МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К 2020 году в многофункциональных центрах Карачаева-Черкесии перечень услуг, предоставляемых по принципу одного окна, увеличится с 210 до 300. Такое решение было принято на заседании комиссии по проведению административной реформы при Министерстве экономического развития республики. Также на нем были рассмотрены вопросы, касающиеся оперативного размещения информации в системе газуправления и региональном реестре предоставления услуг. Совершенствование этих систем проходит в рамках административной реформы, главная цель которой – повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг, а также их перевод в электронный вид. Более подробно об этом расскажет начальник отдела административной реформы Министерства экономического развития КЧР Расул Узденов. Речь идет о региональных услугах не только нашего министерства, я бы сказал, не нашего министерства. Это региональные услуги, это порядка, наверное, где-то 40 услуг. По телевым причинам их еще не удалось перевести, потому что иногда услуги перевести в многофункциональный центр достаточно тяжело. Это достаточно такой сложный процесс ее передачи, потому что нужно обучить специалистов, которые уже в МФЦ будут эти услуги предоставлять, ну, наладить процесс. Таких услуг в ближайшее время, если сейчас где-то у нас 210 услуг в МФЦ приблизительно, то где-то до конца 2020 года их должно стать около 300. То есть перечень действительно расширится. И вначале, конечно, были приоритетные услуги, и сейчас просто уже идет процесс, так скажем, близится к завершению, чтобы 100% охват был этих услуг в МФЦ. Ну, потому что, когда речь идет об услуге, например, оказываемой органам исполнительной власти, человек может ее получить только по месту нахождения этого органа. Это очень неудобно. Но у нас в республике, это, например, город Черкесск. Если человек живет куда-то в удаленном районе, ему нужно ехать именно в столицу. А если перевести в МФЦ, то охват МФЦ у нас около 100%. Он может получить практически в любом населенном пункте у себя на месте. То есть это и сроки, и также перемещение ненужное. То есть они как бы исключаются. Административная реформа – это такой комплекс преобразований. Это разные виды реформ. Это в системе, в бюджетной системе, в системе в целом государственного управления. Цикличный процесс. Она началась с момента распада Советского Союза и продолжается до сих пор. Вот современный этап административной реформы – это, наверное, самое значительное, что могу сказать. Это такой проект, как МФЦ, проект МФЦ и еще проекты, связанные с совершенствованием контрольно-надзорной и разрешительной деятельности. Сейчас у нас нынешний год начался с таких вопросов, как МФЦ и газуправление. Вот у нас было заседание 30 января, и на повестке было три вопроса. Первый вопрос касался многомациональных центров, предоставления государственных муниципальных услуг. В частности, был намечен план работы на весь 2019 и 2020 год. Это будет увеличено количество услуг, которые граждане смогут получить на базе МФЦ. Потом также были затронуты вопросы, касающиеся комплексного предоставления услуг. Это вот новое появилось в 2018 году. Гражданин может обратиться в МФЦ и по одному заявлению получить до 30 услуг, которые взаимосвязаны между собой. Еще был затронут вопрос системы газуправления. Это такой информационный ресурс, в котором большое количество статистической информации, в том числе любое заинтересованное лицо, любой гражданин может получить информацию об инвест-климате в субъекте. То есть он может посмотреть основные экономические показатели. Это интересно и для граждан, и для тех, кто хочет заниматься инвестиционной деятельностью. Ну и вообще в целом все показатели, связанные с бюджетом и так далее, то есть это все в открытом доступе. На сайте gasu.gov.ru любой гражданин может это получить. И как раз в рамках заседания мы обсуждали дальнейшее совершенствование работы с этой системой, чтобы информация поступала еще более оперативно, еще в большем объеме. Также мы затронули вопрос, касающийся реестра услуг. Это такой информационный ресурс, в котором содержатся сведения обо всех административных регламентах государственных и муниципальных услуг. Мы обсуждали вопрос его наполняемости. И в дальнейшем, в принципе, опять-таки расширится количество услуг, по которым гражданин сможет получить сведения на портале госуслуги. Очень удобный такой сайт, где можно получить услугу в электронном виде или получить информацию о практически любой услуге. Вот основным это была наша вся повестка. Если говорить вообще об административной реформе, современный этап, он начался с 2011 года и вот по нынешнее время продолжается. Если говорить об основных достижениях, это снижение количества видов деятельности, для которых требуется лицензирование. Лицензирование заменено саморегулированием. То есть идет как бы либерализация именно контроля со стороны государства. Где-то часть функций, она передается таким организациям, которые сами следят за соблюдением обязательных требований. Также снижается количество контрольно-надзорных полномочий. Их становятся меньше, функции где-то укропняются и улучшаются. Отдельно я хочу сказать про реформу контрольно-надзорной деятельности, которая проводится в Российской Федерации. Она проводится у нас в республике. У нас есть свой региональный проект. Он направлен на то, чтобы проверки некоторые проводились вообще удаленно. То есть в скором будущем некоторые виды проверок можно будет проводить практически без взаимодействия с предпринимателями. То есть чтобы его не отвлекать от его работы. И предприниматель также сможет в специальном личном кабинете общаться с инспектором. То есть он сможет задавать ему вопросы как бы в чате и получать исчерпывающие ответы. Это достаточно интересный проект и мы его реализуем на протяжении уже двух лет. И по результатам 2017 и 2018 года наша республика занимает первое место по эффективности реализации этого проекта. Редактор субтитров А.Семкин